SCP-1344. Очки глазахваты. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. Все экземпляры SCP-1344 хранятся в основном блоке содержания недушевленных объектов зоны 44, рядом с изолированным жилым блоком типа S. Опыты с SCP-1344 проводятся с отопления главы исследований третьего уровня допуска и только на слабовидящих сотрудниках ЛАСС-Д с остаточным зрением ниже 20%. Назначенные подопыты должны быть проинформированы о положительном эффекте, который SCP-1344 окажет на их зрение в избежании попыток подопытного снять объект и о необходимости постоянного ношения SCP-1344. Персонал класса D, использованный для опытов, считается постоянно закрепленным за объектом SCP-1344 и переселяется в специально выделенный жилой блок. Новые подопытные назначаются на SCP-1344 только в случае смерти предыдущих или снятия с них объекта. В настоящее время опыта ни с одним экземпляром SCP-1344 не производится. Описание. SCP-1344 – коллективное обозначение набора из пяти очков различных типов, аномальные свойства которых проявляются при надевании человека. В зоне 44 в настоящее время содержатся следующие экземпляры SCP-1344. SCP-1344-01 шведские очки для плавания SCP-1344-02 летные очки AN-6530 SCP-1344-03 сварочные очки засекречены SCP-1344-04 пейнтбольные очки засекречены SCP-1344-05 очки ручного изготовления, выполненные в стиле стимпанк. Во всех экземплярах SCP-1344 имеются две полые телескопические иглы, примерно 48 мм длиной и 2 мм в диаметре, скрытые в оправе по одной и с каждой стороны. Не будучи надеты на живого человека, SCP-1344 не проявляет аномальных свойств. Через примерно 5 секунд после надевания обе иглы выдвигаются и входят в глаза субъекта, проходят через конъюктиву склеру внутренней части глазного яблока и внедряются в зрительные нервы. Этот процесс не причиняет особого физической боли или дискомфорта субъекту. Неостановленным образом SCP-1344 смягчает болевые ощущения, хотя психологические последствия вполне предсказуемы. Если подопытный не подвергнут седации, он неизменно попытается снять SCP-1344 со своего лица. Если ему не препятствовать, полностью извлечет глазные яблоки из глазницы, что приведет к предсказуемым физическим последствиям. После того, как глазницы, глазные яблоки удалены, иглы выходят из них и втягиваются, безопасное извлечение SCP-1344 возможно только с помощью хирургической операции, которая, однако же, оставляет пациента полностью слепым. Однако, если SCP-1344 не удается после проявления первичных аномальных эффектов, зрение субъекта в течение 3-5 минут постепенно восстанавливается до 50-85%. Носители SCP-1344 сообщают, что видят висящие над головами большинства людей и прочих млекопитающих сферы диаметром по средним оценкам 8,7 см различные окраски, которые передвигаются вместе с оказанным существом. Опыты с использованием различных насекомых, паукообразных, рыб, амфибий, рептилий и птиц не давали никаких результатов. Неизвестно почему, это явление проявляется не для всех людей, хотя прочих млекопитающих затрагивает полностью. Подобные сферы также были заметны и над разными SCP-объектами, в том числе SCP-1875 и результат экспериментов с SCP-158. Исследование точных критериев этого явления продолжается. Приложение 13.44-а-01. Дата 12.03.2005. Ответственный за проведение опытов. Старший научный сотрудник. Р.Л. Эльрих. Личный номер. Ф.А.Р.С. 0.00.532. Время начала опыта. 10.31. Подопытный. Д. 82.42.12. Процедура подопытный в SCP-1344 зафиксирован в кресле и проинструктирован описывать людей и животных, помещенных в его поле зрения. Результаты. Одна взрослая, рыжая, малевая, малевка. Примерный размер сферы. 1 см. Цвет сферы. Колеблется смесью красного и синего. Ближе к фиолетовому. Комментарии отсутствуют. Один взрослый, пятнистый. Гарбыль. Примерный размер сферы. Нет. Цвет сферы. Нет. Комментарии экспериментатора. Сфера отсутствует. Один взрослый, сидевший. Один взрослый, сиднийский, воронковый паук. Примерный размер сферы. Нет. Цвет сферы. Нет. Сфера отсутствует. Одна собака породы. Бернский зененхунд. Примерный размер сферы. 12 см. Цвет сферы. Белый. Комментарии отсутствуют. Один взрослый, жираф. 3 см. Красный. Комментарии отсутствуют. ДМ13727. 5 см. Желтый. Иногда вспыхивает синим. Комментарии отсутствуют. ДМ23410. 10 см. Белый. Комментарии отсутствуют. ДМ63261. 20 см. Розовый. Часто вспыхивает белым. Крупнейший размер сферы из задокументированных. Причины не определены. Младший лаборант засекречено. Примерный размер сферы. Нет. Цвет сферы. Нет. Сфера отсутствует. Приложение 1344-A-02. Обнаружение. Постановка на содержание. После инцидента на таможне Международного аэропорта Вашингтон-Даллас, агенты фонда изъяли ранее вскрытую посылку, направленную на абонентский ящик в засекреченном Массачусетс и содержавшую все известные экземпляры СБ-1344. Свидетели были обработаны амнезиаками класса «Б». Коробка и ее содержимое доставлены на первичное содержание. В комплекте с экземплярами СБ-1344 имелась записка, приведенная ниже. Привет, Джон. Не знаю, можно ли к вам так обращаться, я не очень разбираюсь в формализме. Итак, я модифицировал для вас эту партию, как вы и просили. Не знаю, какой вам с этого прок, но они работают так, как вы просили. Ржака. Я помню, как вы просили доставить их лично, но я не могу. Мама приобрела. Приболела. И не могу ее оставить. Поэтому отправил все по почте. Надеюсь, вы не против. Ну, можете заплатить мне меньше, если хотите. Это же все равно, мама, понимаете? Дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу. Засекречено. Прибыв по адресу отправки посылки в удалено, группа захвата фонда столкнулась с полицией, расследовавшей гибель обоих людей, проживающих по этому адресу. Для получения более подробных материалов касательно этого инцидента, обратитесь в отдел межведомственного взаимодействия вашего учреждения. Личность Джона в настоящее время не установлена. Расследование продолжается.